Ученые Казанского федерального университета приняли участие в экспедиции по Волге «Плавучий университет». Исследование реки прошло совместно с коллегами из Москвы, Нижегородской и Самарской областей. Экспедиция была осуществлена при поддержке Русского географического общества. В мониторинге состояния Волги участвовали студенты и сотрудники кафедры природообустройства и водопользования Института управления экономикой и финансов КФУ. Исследования проходили на Камском Остье и Куйбышевском водохранилище. Было очень интересно провести сравнение и оно, конечно, заставляет задуматься. То есть, вот это сравнение заставляет задуматься, потому что мы видим, что по протяженности ряда лет вот в этой динамике меняется прозрачность воды, меняется цвет воды. Вот, например, еще в 90-х годах это был зеленоватый цвет воды, сейчас он устойчивый, коричневый и желтоватый уже на протяжении 15 лет. За время нашей экспедиции мы изучили качество воды по гидрохимическим показателям, а также мы отбирали пробы по фитопланктону, по зоопланктону и по зообентосу. Также исследования показали, что в водах Волги обеднел бентос, обитатели дна. Реже встречаются живые моллюски, дресены. Вероятно, что на это повлияло частое снижение уровня воды. Их становится меньше. Они прекрасные очистители, то есть они вносят с одной стороны немало проблем в водохранилище, но с другой стороны они прекрасно фильтруют воду. Вот это мы все наблюдали. Мы наблюдали процесс отцветения воды, что достаточно большая такая интенсивная зелень наблюдалась на целом ряде участков. И пробы воды у нас были зеленые. Вот это все говорит тоже об антропогенном эфтрофировании. То есть такие вот моменты неблагополучного состояния, они в общем-то видны. Пробы воды были отобраны с помощью специального гидробиологического прибора батометра. То есть это специальные приборы, батометры, дночерпатели, которые отбирают воду на глубинах. Дночерпатель отбирает воду на, вернее донные отложения отбирает на большой глубине. Он приносит копш с донными отложениями. И в нем мы можем отобрать организмы заобентаса, то есть донных беспозвоночных. По отбору батометра мы можем взять пробы воды на гидрохимический анализ, на гидробиологический анализ, измерить сразу температуру, электропроводность, померить ПАЖ, содержание кислорода и так далее. Впереди для получения более точных результатов предстоят гидрохимические и гидробиологические исследования.